всем привет вы на канале алка парфюмер и сегодня на обзоре будет шотландский виски бочковой крепости из региона спейсайт это оберло абуна ну что поехали ну что давайте будем приступать и сегодня у нас на обзоре дистиллерия аберлау это у нас релиз абуна бочковая крепость выдержка в бочках из-под хереса лороса и это донат от подписчика александра полунина мы с ним уже пару раз виделись на спириторе фесте и вот последний раз когда виделись на этом фестивале он презентовал мне эту бутылочку ну вот руки до нее дошли и я делаю обзор саш еще раз спасибо ну давайте приступать к распаковке виски идет в такой картонный тубе из плотного картона внутри такая вот бутылка с крышкой в сургуче на лицевой этикетке которой мы видим что это релиз называется абуна то что это шотландский солодовый виски из региона спейсайт бочковой крепости 61 и 3 процента то что это бач 76 у нас выдерживался в бочках из-под хереса лороса не проходил холодную фильтрацию объем бутылки 700 миллилитров дата розлива 05 10 2022 года крышка из коричневого пластика пробка из целого куска коры ну а теперь виски пускай немного подышит а вы пока не забудьте подписаться на мой телеграм-канал где вся актуальная информация а также на телеграм-чат где мы общаемся между собой делимся скидками акциями и разговариваем на всякие около алкогольные темы и так виски уже подышал и можно приступать дегустации и давайте как обычно начнем с цвета учитывая что цвет натуральный можно уделить ему внимание он насыщенный чайный сама текстура виски очень даже маслянистая теперь давайте приступим к аромату но для начала я хотел бы поговорить про виски бочковой крепости и добавление в него воды недавно общался с одним подписчиком я так понимаю многие так считают учитывая что я в роликах никогда не добавляю воду в виски бочковой крепости что я это осуждаю порицаю и что считаю что виски бочковой крепости надо употреблять в таком виде в котором он есть это не так я считаю что в виски бочковой крепости можно добавлять воду иногда даже нужно поиграть водой чтобы открыть новые тона во вкусе в аромате но в роликах я этого не делаю потому что я считаю, что я должен показать именно тот виски, который вы получаете после покупки. И я поэтому всегда в роликах открываю бутылку, а не когда она уже постояла месяц, два или полгода. А открываю именно в ролике и описываю то, что вы получаете сразу после покупки и после вскрытия. И в воды кто-то может добавить одну каплю, кто-то две, кто-то три, а кто-то чайную ложку. И если я добавлю там, не знаю, чайную ложку и расскажу вам, как изменится виски. А кто-то другой посчитает, что это слишком много и добавит только две капли. Ну, либо наоборот. То есть я считаю, что не стоит с этим заморачиваться, а хочу показать именно то, что вы получаете после покупки и после вскрытия бутылки. Поэтому я никогда не добавляю воду в роликах. Но не в роликах я очень часто играю водой с виски бочковой крепости. Ну, а теперь, наконец, давайте перейдем к аромату. Аромат интенсивный, насыщенный, но при этом без излишней спиртуозности для такой сильной крепости. Первым делом нас встречает такое обилие сухофруктов. Также всевозможные пряные специи в нем присутствуют. Аромат такого покровного листа сигары, а конкретно Мадуро здесь прям вот имеется. Кстати, помимо этого сладости прилично в аромате. Также шоколадные нюансы есть в аромате. Есть тут и свежие яблоки, возможно зеленые. И вот давно, кстати, не использовал вот этот вот Гленкерн, то есть Капиту от Гленкерн. Классный бокал, кстати говоря, рекомендую. Что-то вроде такого сладкого персикового джема. Присутствуют цитрусы, в основном это такой сладкий апельсин. Также орехи имеются, можно вычленить лесной или фундук, вот что-то такое. А еще есть намек на совсем новую такую выделанную кожу. Ну и давайте приступим уже ко вкусу. Вкус тоже очень насыщенный, интенсивный, тоже без лишней спиртуозности для такой крепости. И появляется такой привкус кофейный. Сухофрукты присутствуют, которые были в аромате. Медовые нюансы начинают проявляться. И такой виски сладкий, явно для сладкоежек. Также пряные специи из аромата имеются. Яблоки из аромата, такие вот зеленые, скорее во вкусе переходят во вкус таких сладких груш. Возникает какой-то ягодный микс, в основном из темных ягод. Также есть такой привкус покровного листа сигары, который был в аромате. Намек на шоколад тоже присутствует. Орехи как в аромате имеются, но тут больше сладости и доминирует больше миндаль, а не лесной орех. И в целом это скорее похоже на марципан. Финиш у него очень продолжительный, много тонинов от бочки. Остаются сухофрукты и пряные специи, также мед и шоколад появляются из аромата вот эти вот персиковый джем и фундук, а также проявляется сливочная карамель. Отличный виски, мне он понравился, Саше еще раз спасибо и давайте уже приступим к оценкам. За аромат я ему наверное поставлю 22 балла, отличный аромат. За вкус на балл подснижу и поставлю 21 балл. За финиш опять накину и поставлю 22 балла. И за баланс наверное поставлю 21 балл, хотя наверное можно тоже поставить и 22 балла, и того будет общая оценка 87 баллов. Это отличная оценка, хорошие виски, можно смело рекомендовать по адекватной цене. Что же касается цены, то я его не покупал, не знаю за сколько брал его Александр, но учитывая нынешние цены, я считаю, что в районе 10 тысяч за него смело можно отдавать, учитывая его характеристики. Нет холодной фильтрации, бочковая крепость, натуральный цвет, никаких дефектов нет, выдержка в бочках из-под Долороса, она чувствуется, чувствуется влияние хересное. Я думаю, что можно, учитывая нынешние цены, отдать и вплоть до 11 тысяч, но вот потолок прям максимум это 12 тысяч у нас, учитывая, что в Европе цены ниже на него. В общем, мое мнение, что 76 батч хороший, моя оценка 87 баллов, можно брать по адекватной цене на нынешнее время. Ну а на этом давайте будем заканчивать и прощаться до следующего четверга. Не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны, также обязательно нажмите лайк этому видео, чтобы помочь продвижению канала и накормить алгоритмы Ютуба. Также перейдите в описании к этому видео, там ссылка на мой телеграм-канал, телеграм-чат, о которых я говорил ранее, также ссылка на Дзенг, где помимо таких роликов я еще письменные заметки свои выкладываю. И если вы хотите помочь развитию канала, то в описании есть ссылка на донаты и номер карты. Ну а на этом все, всем пока и до новых встреч!